добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о мудрости в контексте морального авторитета и власти отца мудрые люди извлекают уроки из своей боли и я не имею ввиду что вы упали и начали зализывать раны и думать почему упали нет есть две вещи 22 действия которые причиняют нам боль вернее давайте так это две вещи которые причиняют нам боль наши близкие наши родители это наказание и это обличение начнем самого простого с обличения я думаю что каждому из нас приходил наш отец и говорил что мы что-то делаем неправильно что-то делаем не так и внутри в сердце рождалась обида и мы говорили как ты можешь так со мной говорить почему ты ты ранишь меня может быть вы не выражали эти слова может быть вы их выражали но не точно звучали в вашем сердце обида одна из мощных демотивирующих разрушающих сил внутри тебя обида это не просто знаешь тебя обидели нет ты обиделся и вот мудрый человек когда ему причиняет вот эту обиду а это душевная боль он умеет извлекать из этого уроки возможно ты обиделся но правильно поступить в данной ситуации будет не просто замять эту обиду или походить несколько дней остыть нет необходимо просто увидеть что это было сделано неспроста вот в моей жизни я достаточно часто и достаточно сильно бывает стараюсь даже зацепить кого-то обличая для того чтобы человек просто обратил внимание библии написано что сердце человека она огрубела если раньше можно было обратить внимание человека на ту или иную проблему просто сказал послушай у тебя есть вот те или иные проблемы то сегодня зачастую этого недостаточно и хороший родитель он хочет хороший отец он желает обратить твое внимание на твои же неправильные поступки для этого он будет применять обличение и она может тебя ранить если ты будешь правильно вести себя то есть если ты будешь пытаться анализировать если ты будешь пытаться увидеть в этом суть то ты на дороге к мудрости когда мы говорим о наказании и возможно это физическое наказание возможно это ограничение свободы или ограничение в каких-то ресурсах и так далее это тоже доставляет определенные проблемы и здесь также необходимо не допустить обиду и раздражение в свое сердце а попытаться переработать это в опыт если ты не сделаешь этого все чтобы поселиться в твоем сердце это вот эта боль и обида мудрый человек способен перерабатывать боль в опыт в любом смысле я никогда в жизни не встречал спортсмена который бы без боли без страданий добивался каких-то успехов но спортсмены умеют перерабатывать это в опыт я на сто процентов уверен что настоящий зрелый мужчина желающий обладать властью авторитетом своей семье должен уметь перерабатывать свои страдания боль в опыт для того чтобы взять этот драгоценнейший опыт и передать это будущим поколениям передать это своим детям более того я вам скажу так когда вы переживаете какие-то страдания то перед даже вопрос не наказание даже не вопрос может быть каких-то обстоятельств а что-то ну невероятно болезненное дети не будут обращать внимание на то как ты пытаешься объяснить эти ситуации они будут видеть то как ты это переживаешь как ты реагируешь очень важны две составляющие первое это искренность поверьте любая неискренность она она всегда вылезет ее всегда можно будет увидеть это понизит наш авторитет вторая вещь это открытость то есть мы открыты к тому чтобы нас пожалели утешили и может быть даже наставили и вот когда наши дети видят что мы умеем брать нашу боль при том что мы обижаемся при том что нам реально больно и мы не прячем это и пусть это будет скупая мужская но слеза то есть мы где-то это показываем и но мы не входим в депрессию мы не мы боремся с этим мы показываем нашим детям что мы являемся теми кто побеждает и когда мы перерабатываем это поверьте этот опыт будет драгоценным и наши дети видя эти вещи они будут воспринимать наш опыт как золото поэтому если вы хотите обладать мудростью перерабатывайте вашу боль и страдания